МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. У Гомеля может заявиться помник братам Лизюковым. Просьба об его установке сегодня прогучала на особистом приеме, который провел старшиня, был выконкам Владимир Дворник. Лепшие из лепших сегодня у Гомеля открыли обновленную областную дошку Гонору. Уступная кампания распочалась. Сегодня стартовала регистрация на основный этап централизованного тестирования. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко подкресливая, что его потребование об забеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами – не популизм. Об этом керавник державы заявил сегодня на встрече со старшиней Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, передае Белта. При этом президент подкреслив, что не потребует заработной платы, как даремной платы, а хочет, чтобы она была заработлена людьми. А для этого нужно, чтобы вытворность функционовала эффективно. У Гомеля может заявиться помник братам Лизюковым – Александру Пятру Яугену. С просьбой об его установке сегодня до старшиней Аблвыконкама Владимира Дворника подчас особистого приема звернулись свои ки Лизюковых – Иван и Миколай Афанасьевы. Об чем домовились, ведает наш корреспондент Марина Джалая. На прием до губернатора батька и сына Афанасьевы пришли не только с просьбой об увековечении памяти их знакомитых свояков. Ины привезли с собой полководший орден, яким пасмяродно узнагородили генерал-майора Александра Лизюкова за уклад у перемогу над ворогом у стратегичных операциях 1941-1942 годов. Советский военачальник провел у самых складанных оборончих боях каля 13 месяцев. Загинул у битвы у Воронежской области. Рашение о присуджении узнагороды принял особиста президент Российской Федерации Владимир Путин. Такая величная крональная гистория одзинная у военным летопису Беларуси. С трех брату, яке воевали на Великой Чинной, двое стали героями Советского Союза. Третий, Явген, был партизаном. За три годы войны усе браты загинули, але память об их живе. Открытье помника може стать саправдным подарунком городу до 75-ти годы вызволения Беларуси, якое будет означаться у наступном годе. Старшиня Аблова-Канка Молодимир Дворник инициативу подтрымаў. Пытание о взявлении помника буде разгледжено. Такого аккомпанирующего памятника, который бы, скажем, раскрывал всю суть его подвига, служил бы местом, значит, ну как бы брендовым местом нашего города, такого, конечно, памятника у нас нету. И учитывая то, что в этом году будет 75-летие освобождения города Гомеля, приближается 75-летие освобождения нашей республики от фашистских захватчиков, в настоящее время урабатывается вопрос на уровне эскизного предложения о том, чтобы такой памятник появился в городе Гомеле. У якости махшимой пляцовки разглядели некольких гомельских вулиц. Губернатор пропоновал и свой вариант размещения – в улицу имя брату Лизюковых. Там же, у 36-й гимназии имя Мележа, зараз находится одноименный музей. Это очень дорогое место в городе Гомеле, улица, которая носит имя братьев Лизюковых, школа, построенная здесь. И в торжественном открытии школы принимал участие сын Александра Лизюкова Юрий и моя бабушка. Это очень дорого и по-человечески очень дорого. Ну и, конечно же, память должна быть живой, память должна развиваться, память должна прирастать. Поэтому, конечно, было бы очень правильно, справедливо по отношению не только к братьям Лизюковым, но и ко всем героям Великой Отечественной войны, если бы в Гомеле, конечно, появился скульптурный памятник всем трём братьям Лизюковым – Евгению, Александру и Петру. Як подвиг одной семьи стал первоможным для усяго советского народа. Як 10 годов створали уникальную книгу, где по кропельках собраны самые подробязные известки об знакомитых братах. Для чагу на заводе «Гомсельмаш» был выпущен один имяный комбайн командарм Лизюков. А так само я шесть, шмат цікавые, ранее невядомые информации об наших земляках глядите в программе «Навины ты дня» в неделю, 6 мая на телеканале «Беларусь-4» «Гомель». Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля открыта обновленная областная дошка «Гонру». На специальных плитах назвы 47 районов, предприемств и организаций, которые за прошлый год досягнули наибольши значных выников. На врачистостях побывал Олег Сенсеров. Это уже традиция на початку мая вызначать лепших и заносить их назвы на областную дошку «Гонру». Все это переможцы вызначали в 47 номинациях «Лепшие районы» – Речески, Будокожалевске и Петриковске. Образы имя Брагинщина, якая вызначалась в экономии ресурсов, в угле для того, как трапить на дошку «Гонру» необходимо иметь реальное досягнение. В минулом году в Институте лесу Национальной академии наук, благодаря укоренению новых технологий, первыми в свете расшифровали геном четырех лесных рослин. Теперь практики смогут вырошивать не просто древо, а сопроводить каштонную сыровину для промысловости с неоподными якостями. Ольха, ясень, граб, клен – это очень большое достижение, потому что это все сделано впервые в мире, никто до нас этого не делал, такой расшифровки. Ну, сосна ели, это, конечно, шведы первые расшифровали, но мы в этих породах тоже. Что это дает? Это дает то, что мы можем выделять участки генов, которые отвечают за хозяйственно-ценные признаки. То есть это значительно будет сокращать период селекции. Вся рот у денег урочистого схода – представники у всех поколений. Люди, чей працонный стаж перевышает половую ста годы, из усим молодых специалисты. Их стаж часто вылечается всего неколькими годами. Разум с тем, у всех присутствующих есть огульные, это люди працы, а до каких задержать экономичная и хорошая беспека краины. Да, урочистых сходов, галиновые профсоюзы, подарковали вот такие стенды. На каждом люди, которыми может гонориться гонористская область, кавалеры державных в Сахарот, лауреаты специальных премий президента Республики Беларусь, перамостных конкурсов профессиональных мастерств, спортсмены. Их это далеко не все наши знакомитые, как представить у всех в этом фойе, просто не купить места. Занесение на дожку гонору перамостного областного споборництва в сфере социально-экономичного развития, экономии палевно-энергетичных и материальных ресурсов, примирховали до свято працы. Уречте, в основе этого дня основная житловая каштовность и меры праца, еще две обовязковые умовы, которые дозволяют выражать любые задачи, сгода и взаиморазумения в громадстве, что дается непосредственно самих задач, керут самых головных, годная зарплата и оборонный интерес у працующих. Причем это не только мощности для улучшения непосредственности, а и гаранты стабильности для занятых у экономицы. Просим включать в коллективные договора необходимые пункты для улучшения положения работников на предприятии. Один из таких пунктов, который мы бы хотели видеть, это продление на максимально возможный срок контрактов при условии отсутствия дисциплинарного изыскания у работника во время его работы. Как подходит срок заключения нового контракта, нет дисциплинарного изыскания, значит, возможно заключить максимально возможный срок контракта. Это была бы гарантия для работника о том, что он работает, знает, что с ним продлится контракт и может строить свои далеко идущие планы, по крайней мере, в связи с этим пунктом коллективного договора. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси стартовала регистрация на основный этап централизованного тестирования. С 2 мая по 1 червня документы можно подать в пунктах регистрации установа дукации. Зарегистроваться дозволяется не больше, как на 4 учебные предметы. Централизованное тестирование селета начнется 12 червня с выпробованием по беларуской мове и завершится 2 липня экзаменом по сусветной истории. ЦТ у Тымлику у резервовой дни будет начинаться в 11.00. Отримать сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения централизованного тестирования с 10 липня. Информация об пунктах регистрации на ЦТ представлена на сайте Республиканского института контролю ведов. Ветераны Великой Чинной войны в Гомельской области 8 и 9 мая смогут скористаться громадским транспортом бесплатно. Льгота будет распаусюдживаться и на сопровожающих особ. Как поведомили у Гомеля об аутотрансе, 9 мая бесплатными для ветеранов будут не только городские аллеи межгородняя и международные рейсы. У День Перамоги на аутостанциях будут гучать военные песни, а на Гомельском автовокзале усталюют инсталляцию партизанских узлесок. По инициативе прокурора в области Виктора Морозова у Гомеля пройшел круглый стол, на який запросили вученых и студентов. На протягу некольких годин огучивались думки об роли маршала Жукова у Перамозе в Великой Чинной войне. Лес Георгия Жукова у Вогуля тесно, связанный с Гомельской областью. В жнивне 1922 года от АДШ командир эскадрона прибыл у Гомель, где находился штаб 7-й Самарской кавалерийской дивизии Заходнего фронта. Наступным местом его службы стала вёска «Сырод» Калинковицкого района. Тут 26-ти годовый командир узначалил эскадрон Ставропольского кавалерийского полка. Вядома так само, что в червень 1944 года, командующий Первым Белорусским фронтом Георгий Жуков, некольки тыдням находился у вёсцы Дуравичи Будокошалевского района, где размешался штаб фронта. На кончатковом этапе Великой Айчына и Жукова называли «Сталинский маршал» и «Маршал Перамоги». Як только полководец являлся на участку фронту, солдаты связывали это с близким наступлением. Разом с тем, у послевоенный час изъявился шерох публикаций, у яких роль Жукова у Перамозе занижалась, а его самого обвиновачивали у неэффективности некоторых операций. Мета круглого стола у Гомеля – «Одновить истину об маршале Советского Союза» у тем лику праза меркаванья артыкула прокурора в области Виктора Морозова, выдадзенага под назвой «Судзіця в моих справах народу». Надо сказать новому поколению правду о войне. Мы будем знать правду о войне, вот вам и патриотическое воспитание. И надо, чтобы ту правду о войне, которую испытали на себе деды, отцы и матери наши, чтобы наши внуки и правнуки тоже знали. Вот какую цель мы сегодня преследуем. Белорусско-российский балер и конструкция исторических танцев разгорнулся в Палаце Румянцевых и Паскевича. Инициаторами его проведения стали танцоры-аматеры за Российской Федерацией. На паркет вышло калят 20 пар, как продемонстровать свою стать и грациозность. Вероника Ворошиліна уразилася прыгажостю яскравага и ведовишнага действа. Высокородные дамы и галантные кавалеры сошлеси на паркете колонной залы Палацу Румянцевых и Паскевича. Гэта не профессийные танцоры, а люди, заправды натхненные своей творшей справой и объединенные одзиной идеей – подорожничать и танцевать. Як и належить дворанскому балю, он протекал в аурочистой обстановце со строгим атыкетом и классичным набором танцев, які шли у загадзя вызначенным парадком. «Паланес», «Вальс», «Миньон» и інші историчні танцы 17-19 стагодзі на пеуны час перенесли глядачоу у антураж минулой эпохи. Иниціаторами проведення беларуско-российського балю стали танцоры-аматоры со шматликих городов Российской Федерации. Гэта – представники розных професій і узростов. Свою стать і граційозність на паркете однолького прыгожа демонстровали педагоги і военні інженеры-урочи – людзек молодого, так і золотого узросту. Офіцер з 30-ти годовым стажем военной службы, подполковніку отставцы, 80-ти годовый Александр Клепік, гістарышніми танцами захопіўся полторы годы тому. І он признається празих, черпаю своё довголеті і відчуваю другу молодость. Главное в нашій жизни – це движение. Долголетие – це движение. Поэтому мы этими занимаемся. І пускай люди смотрят, що я 81 год так выгляжу прекрасно, чувствую хорошо, радость і всегда делаю улыбки і делаю прекрасно людям доброту. Прыгожае уборы, прычоскі і розные інші атрибуты саправднагабаля. Даречжу, сі енерыхтуюць уласными силами удзельніков гістарышных танців по творах мастатства у минулой эпохі. Гэта без перабольшення – эксклюзівные рокотворные вырабы, які не повтараються у своїм виконанні. А матері гістарышного танців у Сібакова працуюць над адаптацією культуры минулых стагодзів до сучасных реалій. І гэта безумовно знаходзіць водвук у людзей, у яких так само з'являюцца жадання отпагадаць высокім культурным традициям. Мы любим танцеваць, любим исторію свою, любим вот эти ощущення, которые получаєш, танцуй исторический танц, в їх исторических традиційних інтерьерах. Це совершенно передаваємі ощущення. Надо сказати, що всі ті, хто присутствують на наших балах, завжди уходять довольними, счастливими і радостними. Це самое главное. Російські аматори гістеричного танця неодноразово демонстрували своє майстерство у палацевых антуражах розних країн світу. У студії їх чекає, бадай, самая масштабная і отказная пляцовка. Віфліємскі – калядный баль. Вероніка Ворошиліна, Валерій Гопанько, телерадиокампанія «Гоміль». Це інші новини ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.civergomil.by. Далі в ефірі «Де факто» і «Спортивний огляд». Я з вами розвітваюся. Всяго доброго і до зустрічого ефіра. Ефір телеканала «Беларусь4» продолжає «Де факто». В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В Гомілі при исполненні служебного долга погиб сотрудник ГАИ. Інспектор ДПС, преследуя нарушителя, попал в ДТП на служебному мотоцикле. 30-летний сотрудник нёс службу по обеспечению общественного порядка і безпеці ДПС в составі двох інспекторів ДПС ГАИ. В половині седьмого вечера в поле зрення його групи попал мотоциклист. Требування об остановці байкер проигнорировав. Мілицейський мотопатруль, включив маячки красного і синього цвета, а також сирену, стали преследовать мотоцикл «Хонта» без реконструюціонних знаків. Водитель данного транспортного средства не остановился на законные требования сотрудников. Мотоциклисты выехали на улицу Федюнинского, і один із сотрудників, следуя по левой крайній полосі, совершив столкновення з легковим автомобилем, который совершал разворот. Машиною управлял гомельчанин 1957 года рождения. В результате столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, а мотоцикл загорелся. Тяжелотравмированный інспектор был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы, где в итоге скончался. Водители пассажира автомашины «Ниссан Кашкай» не пострадали. Впоследствии был задержан и водитель мотоцикла, спровоцировавший погоню. Им оказался 20-летний житель Речицы, не имеющий прав на управление мотоциклом. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело. В Мозырьском районе на приусадебном участке в водоеме утонул 6-летний ребенок. Ужасная трагедия произошла 1 мая в деревне Ясенец. Мальчик вместе с мамой, бабушкой и дедушкой приехали на дачу, чтобы сажать картошку. Взрослые занимались посадкой, а ребенок, играя, стал носить воду в детском ведерке из небольшого водоема, вырытого для полива огорода. Во время работы на домашнем подворье при посадке огорода, родители и родственники отвлеклись, не заметили, как 6-летний мальчик отлучился в район Копанки, который находится на домашнем подворье. И когда стали искать, обнаружили его в воде. Взрослые попытались спасти мальчика, но безуспешно. Прибывшие на место трагедии сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. Гибель ребенка в Есенце не единственное ЧП с участием несовершеннолетних, которое случилось 1 мая. В этот же день также потребовалась помощь ребенку из Рогачева, у которого зажало руку в скамейке на остановке по улице Интернациональная. К счастью, обошлось без негативных последствий. У мальчика 2015 года рождения рука была зажата в скамейке. Работники МЧС при помощи специального оборудования разжали перемычки скамейки и освободили ребенка. Предположительно, курение в постели послужило причиной пожара в Добружском районе, в котором пострадали супруги. Мужчина выкурил свою последнюю сигарету, женщина была госпитализирована. У нее еще есть шанс, чтобы сделать выводы. Сегодня около 8 утра спасатели Добружского районного подразделения МЧС были вызваны на тушение пожара в трехэтажном жилом доме в деревне Иговка. В подъезде наблюдалось незначительное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в квартире на горящей кровати был обнаружен мужчина 1962 года рождения. На второй кровати была обнаружена женщина, хозяйка квартиры 1964 года рождения. Она была вынесена на чистый воздух и передана работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми женщина с предварительным диагнозом отравления продуктами горения была госпитализирована в медицинское учреждение. В результате пожара повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственная оперативная группа, назначен ряд экспертиз. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. В чемпионате Беларуси по мини-футболу стартует плей-офф. Первые матчи четвертьфинальных противостояний пройдут завтра. Состав пар первого этапа нокаут-раунда стал известен по итогам 30-го заключительного тура регулярки. Номельская команда ВРЗ на финише регулярного сезона на выезде крупно обыграла Микошевический Гранит 10-3 и заняла первое место в турнирной таблице. За выход в полуфинал вагоностроители поспорят со своим недавним соперником Гранитом. Серия стартует поединком на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив». Начало матча 3 мая в 17.00. Еще одна гомельская команда БЧ перед 30-м туром вполне могла рассчитывать на пятое место. Для этого необходимо было обыгрывать на выезде еще одного претендента на эту позицию – Могилевские форты. К сожалению, железнодорожники уступили 1-2, и в четвертьфинале их ожидает сражение с действующим чемпионом столицей. Первая игра пройдет в Минске. Другие четвертьфинальные пары составили «Оршанский Витен» и «Могилевский форты», а также «Литсельмаш» и «Столичный дорожник». Серии на этой стадии плей-офф проходят до двух побед одной из команд. Первые поединки состоятся 3 мая, повторные – 7 мая. Если понадобится, то соперники еще раз встретятся 10 мая. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» сложила из себя полномочия чемпиона страны. Гомельчанки на домашней площадке уступили БНТУ «БелАЗ» из Минска 23-32. И потеряли шансы на то, чтобы опередить столичную команду в турнирной таблице. Напомню, что команда «Томожа Чаттер» становилась сильнейшей в Беларуси два предыдущих сезона. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель», досрочно обеспечившая себе бронзу национального чемпионата, завершала третий круг второго этапа домашним поединком против столичного «СКА». В первом тайме хозяева пытались далеко не отпустить соперника в счете. К «Сиренина» перерыв превосходства армейцев исчислялось шестью заброшенными мячами. На второй тайм команде Сергея Цыганкова сил не хватило. Сказалась короткая скамейка запасных. Как итог, гости увеличили свой отрыв еще на 10 голов. Победа «СКА» 40-24. «Сил элементарных не хватило просто-напросто. У них практически на каждом месте по три человека. Два равноценных. У нас замены практически нет. В первом тайме все еще была равная игра, а во втором тайме буквально на седьмой минуте силы у нас закончились». Команда хоккейного клуба «Гомель» получили заслуженные награды. Честование состоялось на арене Ледового дворца. Главным достижением минувшего сезона стало возвращение хоккейного клуба «Гомель» в Еврокубки. Команда экстралиги выиграла кубок Руслана Салея и получила право представлять Беларусь в континентальном кубке. К этому дружина Олега Хмыля присовокупила первое место в республиканском турнире развития. «Гомель-2» в непростой борьбе добыл титул чемпиона высшей лиги. Юные гомельские хоккеисты также без наград не остались. В составе сборной области «Рыси» выиграли бронзу республиканской спартакиады школьников. А юноша 2000-2001 годов рождения примерили золото открытого первенства Беларуси. В следующем сезоне эти парни будут сражаться уже в высшей лиге. Политика, которую исповедует клуб, заключается в том, что мы планомерно готовим наших воспитаний к играм взрослых команд, к старшему возрасту. Мы их тренируем таким образом, чтобы они подходили к старшему возрасту. Дальше очень грамотный тренер, очень грамотный специалист Андрей Евский. Андрей доводит их до соответствующих кондиций последние два года, до золотых медалей. Потом передает в фармплуб. Это наша система. На этом пока все. С новостями спорта воззнакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова